Зима – самое подходящее время года для сушки мяса и колбасы. Горный Ботлихский район считается одним из основных центров этого вида деятельности. Десятки горцев занимаются традиционным промыслом, и из небольших цехов продукция попадает даже в московские рестораны. Чтобы узнать, как готовят главный деликатес горцев, наша съемочная бригада побывала в селе Гагатли. Патимат Ханапова продолжит тему. Заэра Таджудинова заготавливает сушеную колбасу и мясо около 20 лет. У женщины свой цех в центре села. Сезон заготовок длится круглый год. Однако большие заказы приходятся именно в зимнее время. Более 4 тонн сырья обрабатывают здесь всего за 2 недели. Работа – это нелегкая. Если заказов много, то и ночами не спишь. Бизнес в селе – дело семейное. Помогают все – и браты, и сваты, и другие родственники. И иногда и наемные рабочие. Спасение есть, делятся местные жители. И если раньше все приходилось сделать руками, то теперь на помощь приходит техника. С помощью этого нехитрого приспособления лишь за минуту можно сделать несколько колбас. Мы практически ничего не выкидываем. Производство можно назвать безотходным. Из ножек готовим национальное блюдо хаш, шкуры продаем кожевникам, ну а кишки заполняем фаршем, и получается горская колбаса. После всех положенных процедур мясо и колбасу вешают сушить на открытых верандах. Они обязательно должны обдуваться ветром со всех сторон. А такая сетка вокруг защищает от мух и других насекомых. Ну а дом строили с учетом движения солнца. Если света будет мало, мясо будет кисловатым. На первом этаже солят мясо и готовят колбасу. На втором сушат. И чтобы облегчить работу, хозяева придумали вот такую конструкцию. С помощью рычага поднимают готовую уже продукцию наверх и здесь уже развешивают. Заказы поступают из разных городов Дагестана и соседних республик. Иногда поставки идут даже в Москву. Килограмм сушеного мяса или колбасы стоит 600 рублей. Если заказать заранее и много, чуть дешевле. В основном сейчас заказ мякот. Мякот и колбаса. Ну есть люди, которые хотят по старинке с костями тоже сушить. По заказу это отдельно. Полностью же продукция высохнет примерно через месяц. Определить это легко по цвету. Чем оно светлее, тем суше. Созревшее мясо можно хранить в морозильнике чуть ли не целый год. В старинку засолка и высушивание было способом сохранить его. Но и в век холодильников эта продукция пользуется у дагестанцев популярностью и считается деликатесом. Патимат Ханапова, Музаз, Лагерия. В новости ННТ, Боттерский район.